Ну что, приветик, дорогая! Держите кофе! Спасибо! Привет! Ну что, Наташ, поздравляю тебя с переездом! Я слышала, ты закончила карьеру няни и теперь уже вошла в самостоятельную жизнь. Ну что, рассказывай, что и как. Ой, да, это были очень насыщенные годы. За 4,5 года я столько всего прошла и сделала сейчас огромнейший ответственный шаг. Переехала совсем только недавно, неделю назад, и, собственно, очень многое что изменилось. С удовольствием поделюсь своими эмоциями, через что пришлось пройти, где я сейчас, что делаю и какие у меня, собственно, ближайшие планы на Америку. Расскажи, пожалуйста, еще раз, как ты переехала в Америку, где жила, что делала? Так, ну, приехала я, значит, по программе культурного обмена, ОПР она называется. Мне кажется, я много раз уже рассказывала об этом на Ютубе. Но в целом, если быстро пробежаться, то первая моя семья была русскоговорящая. Я приехала изначально в Массачусетс. Там пробыла год, продлила программу еще на полтора года и уехала в Коннектикут. Там уже была семья полуамериканская, полурускоговорящая. Девочка-американка, я думаю, ее все помнят по моему ТикТоку, Алекс. И, собственно, два с половиной года так прошло в программе. И потом у меня был такой достаточно очень сложный период. И, в общем, когда я закончила программу, я попалась, так сказать, к адвокату-мошеннику. Я потеряла все свои деньги, которые копила два года. И я буквально об этом узнала, когда у меня заканчивалась программа. То есть я была на грани того, что оставалась без статуса, без денег, без возможности куда-либо идти после программы. Благо мне здесь попадаются всегда хорошие люди, которые протягивают руку помощи в сложные периоды. Так что будьте внимательны и осторожны с русскоговорящими адвокатами, потому что я чуть ли не осталась без статуса. Короче, ситуация была такая, что другие адвокаты мне сказали, что собирай своей девочкой вещи, езжай домой-ка ты в Россию, тебе здесь уже ничего не светит, потому что мне наделывали дел, так сказать, не очень хороших. Ну и, собственно, ситуация разрешилась тем, что один из адвокатов мне сказал, что ты можешь попробовать и рискнуть податься на студенческую визу, но никто не знает, одобрят ли тебе ее или нет. С миру по нитке собрали денег мне, и я подалась на студенческую визу, рискнула, тогда, пока ты ожидаешь эту визу, у тебя еще есть возможность побыть здесь. И я жила у своих друзей, у подруг месяц, наверное, и думала, что делать. Кроме того, что идти работать в русский ресторан, мне ничего на тот момент, или в русский магазин, мне ничего на тот момент не светило, но так случилось, что жизнь мне опять подкинула, так сказать, хороших людей, и друзья друзей предложили жить в них бесплатно, и помогать немножко с детьми, развозить их в школу, и заниматься какими-то своими делами. На тот момент это была, наверное, лучшая для меня возможность, чтобы я не могла от нее, конечно же, отказаться, это было лучшее, что могло быть в то время. И, собственно, на два года я переехала к этим ребятам и помогала им с детьми, и в это же время я начала растить свой блог и, скажем так, поставила себе такую цель выйти на доход с блога. И если это не получится, то собрать свои манатки, как говорится, и ехать домой. То есть поставила себе такой срок два года. Если получается, то я дальше еще остаюсь. Если нет, то домой. Так, сейчас мы с вами поедем в кафе, я расскажу дальше, чем я занимаюсь, что делаю, мы с этим с командой. В общем, поехали. Наташа, почему блог, почему инстаграм, и как вообще идея пришла? Слушай, мне кажется, у меня это было вообще с детства. Я обожала играть на сцене, я всегда была активисткой, плюс еще в России я была учителем, еще любила вести дневники с детства. Кстати, во время ковида даже изобрела свои планеры. Вот это вот мои планеры, которые я сделала. Тоже была моя такая большая мечта, и я ее смогла реализовать. А еще мне безумно не хватало внимания, творчества, потому что когда ты работаешь в семьях, ты там, если честно, себя чувствуешь никем, и у меня я чувствовала нереализованный свой потенциал, не хватает вот этого открытия себя, миру. И, короче, когда я села в самолет, в Америку, я выложила, как сейчас помню, первую сторис, где я официально сказала, друзья, ну все, я официально travel-блогер. Ну и, собственно, с этого началась моя карьера. Ну, в основном, она была всегда у меня в начале как хобби. Кстати, забавный момент. Я когда еще жила в России, еще до Америки, я была учителем, и я уже тогда писала посты. И в компании моих друзей все всегда ржали надо мной. Еще, знаете, тогда слово блогер, это было самое смешное слово. И, собственно говоря, все всегда прикалывались, типа, о, наша Овчарова пришла, блогер-учитель. Вот, вот такая вот была забавная история. Ну что, поехали? Наташа, скажи, пожалуйста, как ты стала профессиональным блогером и как ты начала зарабатывать на нем? На самом деле я поняла, что хочу развивать блог профессионально, когда у меня в COVID стрельнул мой TikTok. Стрельнул. Это был, наверное, мой пик популярности. Я тогда за меньше, чем за 4 месяца почти полмиллиона подписчиков набрала. И тогда я поняла, что это для меня очень важно. Я хочу на этом реально зарабатывать. Но тогда я действительно ничего не знала сама. И я как слепой крот что-то пыталась сделать. Писала сама брендом в Америке, чтобы они мне присылали товар. Я помню свой первый товар, который я получила, это был такой шар, на котором ты можешь и сидеть, и делать фитнес-тренировки. Такой кожаный шар большой. Сколько я эмоций тогда получила. Иташ, а ты за это деньги получала? И расскажи про первые заработанные деньги на блоге. Слушай, а на самом деле тогда я вообще не знала, как зарабатывать. Не понимала, откуда вообще деньги берутся в Инстаграме и в ТикТоке. И я тогда работала по бартеру. Но именно про первые деньги, если рассказать, то это были деньги на рекламе в ТикТоке и Инстаграме. Я помню, мы начинали с рекламы за 200 рублей. Я продавала рекламу за 200 рублей. И когда я вырастила ТикТок, у меня была реклама уже 20 тысяч рублей. И я как сейчас помню эти эмоции, когда мы заработали с моим менеджером 100 тысяч рублей в месяц. Тогда это же, знаете, как сейчас, типа, миллионы нужно зарабатывать. Если тогда было 100 тысяч, если ты заработал, то ты вообще суперкрутой блогер. Я не знаю. У меня тогда уже, кстати, менеджер работал. Мой основной доход был как раз-таки в продаже рекламы и в покупке рекламы. То есть на этом я зарабатывала. На продаже и покупке рекламы в Инстаграме и в ТикТоке. Я, короче, уже тогда видела, как все запускают какие-то свои продукты, что рынок так быстро меняется, растет. И все что-то изобретают. Кстати, я стала получать еще запросы от своей аудитории, насчет ТикТока, насчет экспертности там. Типа, как я смогла вообще взлететь так быстро. Все начали задавать вопросы. И я тогда поняла, так, походу, у меня есть экспертность, которой я могу поделиться. Вот это ты ненавижу. Ты любишь, что дорогу? Крепить я не могу. Ну, теперь становится уже интереснее. Ты можешь рассказать про первый запуск свой? И сколько ты смогла заработать? Я думаю, ты нормально заработала, раз столько подписчиков у тебя на то время было. Ребята, это был вообще полный трэш. И раньше я об этом не рассказывала, потому что мне было стыдно. А сейчас уже говорю нормально. Я, знаете, думала тогда, что у меня столько аудитории, да, вообще сотни тысяч. Думаю, ну все, сейчас я сделаю продукт, сейчас запущусь, стану богатой. Вот и пришло мое время, наконец-то. Короче, в итоге это был провал. Я, чтобы вы понимали, заработала 10 тысяч рублей. Я вышла с продуктом всего лишь за полторы тысячи рублей. Я специально не ставила большую цену, потому что думаю, блин, да, аудитории куча. Сейчас разгребут как бы. Я и так стану миллионершей. Зачем вообще ставить большие цены? И, короче, я заработала 10 тысяч рублей, чтобы продала, наверное, 7-7 или 5-7 людям. И как бы охренела. И я тогда села, как сейчас помню, и думаю, подождите, то ли все вокруг брешут в этом Инстаграме, то ли я что-то делаю не так. И по итогу оказалось, что, оказывается, это не просто выставлять рандомный контент в Инстаграме, что блог — это как бы маркетинг, это продвижение, это воронки, продажи, это вообще система. И я тогда реально ушла в обучение и поняла, что количество подписчиков ровным счетом не значит ничего, если ты не знаешь, как себя продвигать. Не могу не задать этот вопрос, вопрос с хейтом, потому что это останавливает многих людей вести блог, в том числе и меня. Это мой огромный страх. И ты можешь рассказать, как ты справлялась с хейтом? Это интересно очень. Ой, слушай, про хейт могу рассказывать вечно, но на самом деле я с ним столкнулась именно в период, когда развивала ТикТок, потому что там были миллионные просмотры моих видео. Я получала такие гадости, которых я никогда о себе не слышала. И что самое интересное, я пыталась делать настолько безобидные видео, настолько, чтобы никого не обидеть, но при этом я там получала такое дерьмо про себя, что я там мать продала за Америку, что я предательница, что я там такая-сякая. И я столкнулась тогда, первое, с психотерапевтом, потому что я поняла, что либо мне нужно это прорабатывать как-то, потому что я понимала осознанно, что если это блогерство, это публичная деятельность, соответственно, хейт он будет. Но как пройти это самой, я не понимала. И я на самом деле пролила очень много слез, меня трусило. Я звонила маме и рассказывала, да как они так могли написать про меня. Я же не такая, почему мне не понимала, как же такое может быть. Я такая хорошая девочка приличная, обо мне всегда там учителя, и все хорошо отзываются. А тут такие гадости пишут люди, которых я вообще не знаю. Ну и, собственно, я это не оставила просто так. Я, в общем, пошла в психотерапию. Я начала дальше развивать все равно блог, и очень много для себя поняла. Я обнаружила, что во мне очень много комплексов, очень много неуверенности в себе и очень много непринятия себя. С этого начался большой мой личностный рост, и я не могу не поблагодарить хейт хейтеров за то, кем я стала сейчас. Потому что хейт, он есть и сейчас, но чтобы сейчас меня обидеть, я даже не представляю, что надо написать, чтобы меня это задело. Наташа, спасибо, что ты поделилась с нами. Теперь можешь, пожалуйста, дать совет тем людям, которые боятся хейта, но хотят очень проявиться в социальных сетях, в бастеблог, в ютуб снимать. Что ты скажешь таким людям? Это моя любимая тема. Но начнем с того, что если у вас есть свое желание, своя цель, никто не вправе у вас это отбирать. Страх хейта, он не такой страшный, как страх так и не попробовать то, что ты на самом деле хочешь. Боязнь хейта, это равно я не принимаю себя. И это вопрос уже для глубокой проработки. Посмотрите на это с другой стороны, столкнитесь со своими комплексами, страхами, неуверенностью в себе, пройдите через это, и вы поймете, как круто оглянуться на себя ту, посмотреть, какой ты был, и понять, насколько ты вырос, когда тебя уже не трогают. Смотрите, в обычной жизни вы ведь тоже не всем нравитесь, и это абсолютная норма, вы не должны всем нравиться. А блогинг – это просто все в масштабе, это публичная деятельность. И, соответственно, вы точно не найдете такого, чтобы вы нравились всем. В этом и суть, что вы собираете общество, сообщество вокруг себя, тех, кому нравится именно ваша жизнь, ваше мировоззрение, и то, как вы видите этот мир, и то, как вы проходите через свои неудачи, к примеру. И самое мое главное правило, я всегда это всем говорю, и себе в том числе, что успешные люди, они никогда не напишут хейт, у них просто элементарно нет времени. Соответственно, делайте выводы, кто пишет хейт. И в конце концов, знаете, что я начала делать? Потом я начала делать на этом контент. Я начала высмеивать своих хейтеров, и этот контент залетал на миллионы. Поэтому не могу не поблагодарить своих хейтеров, потому что за счет них я как раз-таки и продвигаюсь. Как сказал мой любимый блогер Дмитрошина, что хейт – это налог за проявленность. И не могу я с этим не согласиться. Что сейчас у тебя происходит с блогингом? Чем ты занимаешься? Какой у тебя прогресс? Я слышала, у тебя уже есть своя команда. Можешь, пожалуйста, поделиться и рассказать нам. Ну, что я могу сказать? У меня сейчас две основные деятельности, и обе они в Инстаграме. Первая – это моя инсташкола. У меня уже более 100 учеников, которые тоже уже работают в Инстаграме и зарабатывают на этом. И, собственно, у меня сейчас все новое, переезд. И в том числе я делаю ребрендинг инсташколы. В октябре будет новый запуск нового проекта. Это вообще уже совершенно другой уровень онлайн-школа. И вторая моя деятельность – это продвижение других бизнесов, в том числе уже и американских брендов. Получается, это полное продвижение. Мы делаем SMM, мы делаем Target и вообще делаем ведение под ключ. Я собираюсь немножко эту деятельность расширить. И сайты, чтобы мы делали, и логотипы, и вебизайн. В общем, все-все-все будем делать я и моя команда. Наташа, я хочу от себя добавить. Вот я на тебя смотрю. Мне кажется, ты очень кайфуешь от того, чем ты занимаешься. Ты знаешь, я реально нашла себя в этом. Я кайфую от этого дела. И это закрывает все мои потребности в учительстве, в бизнесе, в постоянном развитии, раскрытии моего потенциала, творчества, во внимании, в построении команды. Я меняю жизни людей, и меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому, да, я реально чувствую, что это мое призвание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!